МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Именно так можно назвать работникам буйнац-водоканала, которым не выдают зарплату. Лехачам теперь не скрыться. Беспилотники на 36 миллионов рублей закупят в Дагестане для выявления нарушителей правил дорожного движения. Инсан кормит постящихся в Газе. Уполномоченные от фонда приготовили для палестинцев ужин на 700 человек. 8 подпольных оружейных цехов, 13 наркопритонов и 5 законспирированных террористических ячеек было ликвидировано в Дагестане в прошлом году. Об уровне преступности в республике говорили на очередной сессии Народного собрания. Началось мероприятие с минуты молчания по жертвам теракта в подмосковном Крокус-Сетихоле. С основным докладом выступил министр внутренних дел региона. Подводя итоги работы ведомства за 2023 год, Абдурашид Магомедов рассказал, что за указанный период по подозрению в экстремизме и терроризме было задержано 17 человек. При оказании вооруженного сопротивления нейтрализовано 3 преступника. Всего совершено 27 преступлений террористического характера и 7 экстремистской направленности. В расчете на 10 тысяч населения Дагестан замыкает тройку российских субъектов с самым низким уровнем преступности. В 2023 году общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 2,4% тяжких, особо тяжких деяний на 4,1%. В общем, зарегистрировано 14 тысяч преступлений. Сокращение преступности отмечено на территории пяти городских округов. С отчетом о деятельности за прошлый год также выступил председатель счетной палаты Дагестана. По словам Белала Джахбарова, за этот период выявлены бюджетно-финансовые нарушения почти на 8 миллиардов рублей. На начало этого года в бюджеты разных уровней восстановлено около 283 миллионов рублей и в реестр внесено неучтенное имущество на 340,5 миллионов рублей. Вместе с этим комиссия Народного собрания проверит использование счетной палаты, средств республиканского бюджета и государственного имущества. Депутаты уже приняли соответствующее постановление. Буйнакс-Водоканал задолжал своим 15 работникам свыше 1 миллиона рублей зарплаты. Об этом стало известно на приеме граждан, который провел в Буйнакске руководитель Следственного комитета республики Дмитрий Беляев. Сотрудники предприятия рассказали, что этот долг образовался с декабря прошлого года по февраль этого года. В последний раз заработную плату они получали в январе, но за ноябрь. По данному факту организована доследственная проверка. Беспилотники на 36 миллионов рублей закупят в Дагестане для выявления нарушителей правил дорожного движения. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики. Уже объявлен электронный аукцион на приобретение дронов для автоматической фото- и видеофиксации на скоростных трассах. Отметим, что данные комплексы впервые на дорогах Дагестана были задействованы в прошлом году. Благодаря им лишь с июня по октябрь выявили более 48 тысяч нарушений, около тысячи из которых выезд на встречную полосу. В Махачкале продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Капитальный ремонт начат на улице Пражская. Протяженность ее более тысячи метров. Является основной подъездной дорогой к школе номер 53. В целях безопасности учащихся участок и был включен в федеральную программу. Детей отпускать как-то в грязь тоже не самое приятное зрелище. А сейчас довольны, что у вас будет асфальт? Сейчас, естественно, сейчас можно похвастаться этой улицей относительно других улиц. И побольше бы вот таких мероприятий по облагораживанию. На сегодняшний день специалистами подрядной организации установлен бордюрный камень и проводится укладка асфальтобетонного покрытия на тротуарной зоне. Ремонт на улице Пражская будет завершен до конца апреля. Работы, проводимые в рамках нацпроекта, на особом контроле столичных властей и населения. В общем, другие так проверил, молодцы, нормальная работа идет. Самое главное, надо, чтобы нужное время сдать и людей обрадовать. Если дождь не пойдет, мы его сдадим вовремя. Ишало, ишало. Для того, чтобы облегчить военным выполнение боевых задач, активисты Народного фронта передали очередную партию автомобилей. Три Невы повышенной проходимости, готовые перевозить боеприпасы, снаряжение и личный состав получили военнослужащие добровольческого батальона «Каспий». Ключи от транспорта вручал депутат Государственной Думы Артем Бичаев. Враг коварен, техника уничтожается с достаточно большой скоростью, и парням всегда нужны машины. Особенно нужны машины повышенной проходимости, такие как Нивы и наши любимые советские буханки. Мы передаем три машины. Здесь вот ребята приехали с фронта буквально на день, заодно и дома побыли, и родных увидели. И сегодня же уедут на выполнение боевых задач. Народный фронт отправил в зону специальной операции уже свыше 30 автомобилей. Все они приобретены на средства, собранные в рамках проекта «Все для победы». Инсан кормит постящихся в Газе. Уполномоченные от фонда приготовили для палестинцев ужин на 700 человек. Также на юге сектора, там, где находится лагерь беженцев, жителям раздали продуктовые наборы. Многие из них остались без еды и предметов быта, которые необходимы для жизни. Всего было роздано более 500 пакетов. Помощь от благотворительного фонда «Инсан» для палестинцев продолжает поступать. В селении Маали прошедшая выставка реликвий оставила массу положительных впечатлений у всех гостей. К мероприятию местные жители подготовились заранее. Здесь отремонтировали и увеличили площадь Джума-мечети, где и принимали святыни ислама и посетителей. Айша Тухаева расскажет подробнее. С большим почтением и торжественностью встречали в селе Маали шествие. Сразу по окончании выставки в Ботлихе реликвии были переданы в Гиргебельский район. Для размещения святынь ислама здесь заранее подготовили помещение, провели ремонт. Мы очень благодарны священному и благодарны, конечно, хранителю реликвий, нашему муфтию. И сегодня мы представляем 39 реликвий. Это огромная ценность. Хотя и нам хватало волос нашего пророка, саллилла Алиасану, разные, посмотреть, лицезреть разные, тоже интересно. Вспомнить пророка, мир ему благословения и своих доблестных предков сюда пришли более 5000 человек. Несмотря на то, что реликвии несколько дней назад были выставлены в Ботлихском районе, интерес к выставке не утих, и посетителей в Гиргебельском районе было такое же количество. В первую очередь хотим поблагодарить нашего муфтия за то, что он предоставил нам такую радость. Безберная благодарность нашим сердцам невозможно передать словами. Спасибо всем, кто пришел к нам в гости, посетить я рад. Очередной раз мы они все показали, когда надо объединиться, объединяются как один единственный кулак. Ни один человек не остался на стороне, который не принял участие. Это барракад. Барракад не только на сегодняшний, но и на всю жизнь оставшийся барракад для села, барракад для района Дагестана. Мы дорожим своей религией, дорожим своими предками, дорожим своими ценностями. И сегодня показать нашу самобытность, показать нашу культуру и в первую очередь объединиться вокруг религии пророка, это еще раз показать всем, что мы едины. Один из инициаторов и организаторов выставки, помощник главы республики Магомед Гаджи Магомедов, приехал в родной аул заранее. Он помогал в подготовке и принимал активное участие в ремонтных работах. Говорит, местные жители сделали все для того, чтобы высокогорное село встретило реликвии в наилучшем виде. Подготовка очень хорошая, очень достойная. За короткое время они успели очень грандиозную работу сделать. Две недели даже не было, как нам дал добро привезти реликвию пророка. За 12 дней, вот столько работы они успели. Я очень рад, очень горжусь за своих однозначал. Огромное спасибо нашему, шейху Ахмаду Афанди, хранителям реликвии нашего. Муфти Дагестана. Огромное спасибо, что он вот так предоставил. Ма-Али – еще одно селение в Дагестане, в котором побывали реликвии пророка Мухаммада, мир ему благословения. Выставка завершила свою работу, и святыни ислама находятся у их хранителя, шейха Ахмада Афанди. Айша Тухаева, Хамза Нурмагомедов, Ислам Халиков, Алясхаб Магомедов. Новости ННТ, Гиргейбельский район. И о спорте. Резвый старт дагестанских тэквондистов на первенстве России. В первый день соревнований среди юношей и девушек в 12-14 лет в Рязани наши атлеты выиграли 4 золотые и 1 бронзовые медали. Лучшие результаты в своих весах показали Ислам Исмаилов, Магомед Джамалудинов, Динара Шерипова и Джамиля Магомедова. Бронзовую медаль добыла Марьям Карабегова. Итоги первенства страны подведут 31 марта. Всего республиканскую сборную в Рязани представляют 33 тэквондиста. Дагестанский специалист Зелимхан Гусейнов возглавил молодежную сборную России по вольной борьбе. Кандидатура тренера из Хасавюрта на эту должность была утверждена на заседании исполкома Федерации спортивной борьбы страны. Зелимхан Гусейнов, будучи спортсменом, побеждал на чемпионате Европы и становился призером двух чемпионатов мира. По завершении карьеры он входил в тренерский штаб сборной Азербайджана. На новом посту Гусейнов сменил чемпиона мира Абдусалама Гадисова, который проработал с командой последние пять лет. Дагестанские борцы греко-римского стиля оспорят путевки на Олимпийские игры в Париж. Квалификационный турнир классиков пройдет в Баку 5 апреля. На лицензии в составе сборной России претендует трое наших спортсменов. Это призеры чемпионата Европы Анбара Лахьяров, Милат Алирзаев и Магомед Муртазалиев. В азербайджанской столице они выступят в весовых категориях до 60, 87 и 97 килограмм. Для того, чтобы добыть путевку на летние игры, спортсменам достаточно выйти в финал предстоящего турнира. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин